всем привет и я приехал в парк disney's hollywood studio вот чуть-чуть слегка маленький маленький дождик был но я как всегда не промок практически вообще вот и сейчас наконец-то толпа начинает проходить через основной вход народу много несмотря на то что понедельник и сейчас 8.30 утра да и я посмотрел на многих аттракционов уже гигантская очередь да потому что помните я говорил пропускают сперва тех у кого резервация в диснеевских отелях да их пускать на полчаса раньше очень много народов ну и вот очень достаточно быстро прошла и я сейчас иду на один из самых популярных аттракционов тут сейчас данный момент их 3 один из них tower of terror да это фильм был такой башня ужаса если кто помнит кстати фильма основан именно на этом аттракционе в этом парке да сейчас этот аттракцион есть также в парижском дисней холливуд студиос и токийском дисней си да только он правда немного отличается вот сейчас мы идем не туда мы сейчас обходим толпу вот и есть также аттракцион сделан практически идентичны потому что он тоже был tower of terror но его поменяли и сделали фильм по стражам галактики в общем это отель гигантский да где ты садишься в лифт конечно там все ну правильно сделано с ремнями безопасности и всем прочим вот и тебя поднимает наверх и сбрасывает да а сейчас не видно его отсюда но ладно кстати он практически точная копия по крайней мере фасада китайского театра из лос-анджелеса да можно тут пофотографироваться вот потом кстати да вот этот аттракцион тоже очень популярный там аттракцион по микки маусу смотрите люди бегут бегут практически по мужу официально прям бежать нельзя на вас начать кричать поэтому на эти очень быстро вот и самый самый популярный аттракцион здесь этот аттракцион по звездным войнам и с технической точки зрения он просто невероятный да вы увидите я вам покажу он захватывает дух да если ребенок бежал подскользнулся и упал вот технические точки зрения да он безупречен единственный минус что он из-за этого из его сложности он очень часто ломается вот и поэтому как правило там очередь достаточно большая и все люди очень хотят на него попасть да и пока ты стоишь в очереди к сожалению очень часто аттракцион ломается да и потом на полчаса где-то на 40 минут задерживается вашу очередь это происходит несколько раз за день вот но технической точки зрения да мне кажется это один из самых инновационных аттракционов во всем мире да конечно сам по себе он не настолько крут как стражи галактики в плане самого аттракциона но с технической он просто но сумасшедший да там чего только не происходит и как только вы туда пришли вас сразу погружает атмосферу да я не знаю звездные войны здесь кто-нибудь смотрел или нет то в общем есть злодеи да это империя и офицеры империи они якобы захватили повстанцев да а люди обычные грубо говоря повстанцы да в этом аттракционе вот и они отлично все люди работают на этом аттракционе играют свою роль да я помню я когда был на этом аттракционе вот кстати видите уже очередь здесь вот аттракцион кстати называется star wars rise of the resistance да а восход сопротивления вот и да я когда был на этом аттракционе первый раз а он сейчас данный момент существует а здесь во флориде и в калифорнии до калифорнийском диснелэнде и когда был первый раз я такой иду да и они прям эти актеры работающие там они прям вас гонят давайте быстрее шевелитесь одна офицерша на меня такая смотрит и такая типа давай выезжали торопись там блин люди все ржать начали помощь это было реально очень смешно она еще с таким акцентом это сказала вот но ребят я вам скажу так это наверное 2 по популярности аттракцион в парках диснея до 1 это сразу галактики 2 вот этот и в среднем ожидания здесь обычно за весь день два часа до надо бывает больше на бывает меньше с утра тут тоже как повезет потому что все все бегут сюда и очередь очень быстро возрастает посмотрите сколько людей уже за мной да и туда и дальше и дальше и дальше они вот но для поклонников звездных войн эта часть парка просто потрясающе я обязательно засниму покажу вы увидите здесь реально очень круто атмосфера идеальная да то есть такое ощущение что как будто ты попал в кино и сам аттракцион этот тоже потрясающий у меня нет никаких к нему претензий вот видите смотрите открытие парка час ожидания буквально минут через пять-десять здесь будет два часа ожидания поэтому я я успел но опять же помните если написано час ожидания скорее всего но это минут сорок пять наверное где-то так так что это достаточно неплохо учитывая что сейчас все бегут сюда все все кто пришли парк вот и да то есть вы приходите вас отправляют на космический корабль корабль империи да везут на лифте когда двери открываются у тебя просто глаза вот так ты думаешь да ладно такого не может быть там эти штурмовики я не знаете видели вы звездные войны нет это такие солдаты в белой броне да с маской такой белый с черными глазами и там стоит целый отряд да но ясное дело это статуи вот и там гигантское окно космического корабля и это настолько большого масштаба сделано что ты понимаешь да вот и по ощущениям как будто ты действительно оказался на этом большом гигантском космическом корабле кстати вот смотрите ребят я очередь занял приблизительно здесь смотрите сколько она сейчас уже туда длится да и видите очередь двигается достаточно быстро что здорово главное чтобы аттракцион не поломался и работал а если поломается то тут два варианта какие-то люди продолжают ждать в очереди до открытия а какие-то года ладно все пойду я отсюда да и тут выбор за вами вы можете остаться и ждать можете уйти и потом вернуться да но если вы уйдете то конечно же вы место в свою очередь и потеряете очень достаточно быстро прошло приблизительно где-то 25 минут я знаю что я уже практически посадки я помню помню эту очередь и я практически уже дошел это здорово и это здорово потому что время сейчас ожидания да если вы сейчас только встали в очередь уже 100 минут здесь даже коридоры сделаны наподобие как в кино очень здорово ребят очень классно еще немного и я наконец-то прокачусь вновь на этом аттракционе в сбе плен в у в Вот на такой корабль мы садимся и сейчас в космос полетим, грубо говоря. И сейчас вы поймете, почему этот аттракцион нереально крутой. Я просто хочу быть. Я лейтенант Бекк. Как вы слышали от Рэй, я задерживаю вас в Вакара. Глуб 5, держись, готовься, готовься, готовься к рейтенанту. Понимали, вот этот корабль, он сейчас двигается в космосе. Показывай, как мы в другой гигантский космический корабль, Селя. Смотрите, интересно, оттуда, откуда мы зашли, мы оттуда же выходим. Посмотрите на этот вид. Ребята, это круто, реально, как будто на космическом корабле. Реально, как будто ты на большом гигантском космическом корабле. И тут по сюжету нас захватила империя, да, мы сейчас заложники и нас ведут в тюремные камеры по сюжету. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА очень круто сделал на очередь и вот в такую тюрьму типа нас посадили для допроса у нас у нас у нас у нас у нас Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы сидим в таких машинах и здесь нет рельс, они ездят как робот-пылесос И сейчас поедем Вот так они ездят без рельс Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было здорово! Субтитры сделал DimaTorzok 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 И сейчас я иду туда Кстати, аттракцион интересен тем Да, это симулятор полёта Вот Но он интересен тем, что постоянно Видеоконтент обновляется То есть он не стоит на месте Вот Кстати, на этом аттракционе достаточно редко бывает прям длинная очередь потому что акцион старенький но иногда да иногда бывает минут 45 50 сейчас всего лишь 10 минут ожидания кстати интересно на днях видео актера играющий этого персонажа сейчас вот его персонажа он кстати озвучивал тоже этот акцион он об этом на своей лекции говорил вот и покатался это 4d аттракцион где ты сидишь якобы на корабле летаешь по разным планетам из серии фильмов звездные войны и что классно у них по моему одновременно 78 разных так сказать версии этого аттракциона идет да и в каждом там разные видеоролики и все это рандомно то есть значит что чисто случайно да в разном порядке у вас будет видеоряд да то есть вы сейчас пришли полет слетели на одну планету вернулись летали на другую потом еще и все еще и так семь-восемь разных вариаций вот это здорово потому что но аттракцион неплохой да хоть и старенький я помню на на этом аттракционе да не здесь а в париже да то есть но это идентичный аттракцион и я впервые прокатился ну наверное где-то девяносто седьмом году это было очень давно вот и он всегда аттракцион у меня занимает особое место моем сердце вот а сейчас я думаю пройду на аттракцион да это небольшой 20 минутный фильм по мапе там тоже 4d вот потому что там сейчас всего лишь 10 минут ожидания на всех аттракционах уже по часу и более вот поэтому пройду пока туда посмотрю пускай народ пока на всех этих аттракционах покатается и может быть чуть попозже будет уже поменьше народу на каких-то из них да но на каких-то так и будет целый день до самого закрытия поэтому главное что я самый долгий аттракцион в плане ожидания уже сегодня завершил вот и зона по франшизе мапеты и вот фильм в 3d вот это на самом деле больше 4d как у нас называют да нежели 3d потому что здесь были мыльные пузыри и вода и домовые эффекты и актеры задействованы и сделано достаточно добротно и ребят в плане изображения это настоящее 3d это не то псевдо 3d которые у нас постоянно везде в кино крутили да где-то надеваешь очки никакого вообще эффекта ничего нет нет здесь как и в любом другом парке диснея 3d это настоящее 3d там есть эффекты в плане видео да то есть там кто-то взял вот кулаком сделал и у тебя по ощущениям что я реально прям перед лицом кулак этот находится вот да и я помню это еще со времен фильма дорогая я уменьшил зрителей вот в париже был такой аттракцион и кто на нем был то наверняка со мной согласятся что у парка диснея лучшая 3d который только есть да я в свое время в кинотеатре работал и не только в своем но и других кинотеатрах пересмотрел сотни фильмов в 3d да включая там аватара например да и многие многие другие фильмы и честно ну ни один из них в плане 3d не был настолько крут как вот фильмы у диснея конкретно в парках вот а сейчас я пойду наверное перекушу потому что их очень голодный я до сих пор не ел сейчас 10 50 утра на я уже на нескольких аттракционах побывал и надо бы что-нибудь перекусить и сейчас я пройду в другую зону в зону истории игрушек и победу там потому что я прочитал что там неплохой ресторан да тематически по по мультфильму вот и сейчас там пообеду и дальше буду кататься на разных аттракционах вот тут тоже можно увидеть микки мауса и мини маус 25 минут ожидания сейчас вот конечно погодка сегодня очень-очень серая вот но по крайней мере дождь не идет и это уже здорово да хоть и слегка чуть-чуть совсем буквально с утра был но мне опять же повезло я вообще не промок практически да там пару капелек на меня упало и да и все вот а так да сейчас вот обойду это место и приду вот как раз к месту где неплохой ресторан по истории игрушек сейчас вам кстати покажу реплику китайского театра из Лос-Анджелеса да мне повезло я побывал в обоих местах и в Лос-Анджелесе и здесь но если у вас есть возможность увидеть только один да оригинал конечно же ни с чем не сравнится но копия тоже неплохая на самом деле по размеру и по дизайну но практически идентичная да кстати кто не в курсе в китайском театре да именно в Лос-Анджелесе вот выглядит он вот так вот кто не в курсе там постоянно проходят мировые премьеры да кстати вот можно посмотреть лягушка кормит отмечена мини-маус холк хоган да кстати некоторые из них настоящие да он Лайза Миннелли например а некоторые сделаны в честь каких-то персонажей диснеевских а Марк Хэммелл это актер играющий Люка Скайбокера а Микки Маус наверное а не а Майкл Джордан ну так что да вот можете тут пофотографироваться и внутри аттракцион по мультфильму о Микки Маусе и он кстати неплохой да хоть и детский но и взрослым достаточно будет тоже интересно вот а кстати вон видите вдали башня вот эта вот башня ужас вас так высоко поднимает а мы потом сбрасывают вниз я туда обязательно попозже схожу это классный аттракцион да по сериалу да сумеречная зона грубо говоря сделан да хотя на самом деле не совсем по моему там не было такой серии про этот отель да просто они сделали коллаборацию для для сотрудничества чтобы людей заинтересовать вот но по этому аттракциону конкретно был сделан фильм да от компании диснея и фильм называется башня ужаса я не знаю возможно вы смотрели его там Кирстен Данст еще снималась кстати в нем и актер главный из полицейской академии забыл как его звать кстати вон можно увидеться с русалочкой из кино и тут можно посмотреть превью сериала нового Перси Джексон да видимо покажут какую-то нарезку из эпизодов потому что сериал только-только выпускать собираются вот и как раз здесь вот сзади я подхожу к месту где находится зона истории игрушек и тут есть несколько очень популярных аттракционов один из них я пропущу сегодня потому что на нем всегда необоснованная безумная очередь я не понимаю честно почему потому что аттракцион в целом он неплохой но он того не стоит чтобы стоять в очереди два с половиной часа да это называется вон сейчас видели собака проехала из мультфильма называется Слинки Дог Даш вот вы вот так вот катаетесь как бы ничего экстремального нет да для детей но очередь всегда на него большая кстати вон тут базлайтер сейчас с людьми фотографируется но очередь очень большая может быть я попозже подойду посмотрим тут вон Вуди ковбой да и сделано все так будто бы ты игрушка вот ходишь так вокруг тут можно перекусить вот так что да сегодня я этот аттракцион скорее всего пропущу если очередь только внезапно не будет будет очень короткая потому что ребят скажу вам честно ждать два часа ради него ну это слишком чересчур а вот здесь потрясающий аттракцион то есть storymania возможно я на него приду я был несколько раз один раз здесь один раз в Японии и один раз в Лос-Анджелесе вы едете да с 3d очками в вагонетке на поезде и стреляете по мишеням и там даже как бы очки есть да можно соревноваться кто лучше кто круче очень круто сделано вот и да на него тоже всегда большая очередь но тут по крайней мере есть смысл подождать вот видите вообще народа сегодня конечно многовато учитывая что сегодня понедельник да я думал все таки сегодня будет поменьше народу но народу очень много вот по-моему вот этот ресторан да сейчас я туда подойду а вот если вы все-таки приедете сюда решитесь на аттракцион сходить очередь вот там называется она начинается да и вот так вот вы будете кататься есть такой тоже аттракцион но опять же во всех парках диснея практически можно встретить наподобие этого так вот крутитесь вращаетесь ничего необычного к сожалению там сейчас большая очередь но я зарезервировал себе место через час поэтому я сюда вернусь тут вон шоу проходит солдатам из истории игрушек вот но раз уж так то я пойду и пока покажу вам часть земли где находится до зоны звездный войн вот и вот и вот и знаете вот мне что нравится да менталитет у людей вот нашим гражданам у этого получится здесь случайно люди да друг друга врежутся и оба человека какая то извините 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 и дальше спокойно расходятся я просто помню у нас дома сколько раз я натыкался постоянно на людей куда ты прешь там или тебе в ответ еще толкнут или там еще сумкой по спине ударят да и бывает что ну случайно происходит совершенно но люди реагируют постоянно на это агрессивно и у меня такое в жизни было ну раз так 20 как минимум а здесь здесь ни разу здесь наоборот люди постоянно извиняются за это я считаю это правильно надо спокойно реагировать ко всему на жизнь и так агрессии достаточно в этом мире зачем еще ее добавлять ну и вот здесь как раз самая моя любимая часть парка по звездным войнам здесь постоянно можно встретить каких-то персонажей из фильмов и сериалов он кстати вот про этих я ребят говорил штурмовики на с ними можно разговаривать тут очень много магазинов много всего как я говорил уже можно собрать свой лазерный меч да можно собрать дроида и тут есть варианты бесплатные и платные бесплатные варианты они в целом окей да они плохие но платные они потрясающие да но к сожалению они стоят не дешево да и поскольку я большой поклонник звездных я все таки думаю нет это дорого это очень дорого но хотя бы раз в жизни я все таки это сделаю и в прошлый раз я себе отказал в этом а в этот раз я говорю нет раз в жизни надо сделать да и и и люди все говорят оно того стоит да хоть и не дешево вот тут кстати рекомендую что у них есть как в фильме напиток синее молоко и зеленое молоко на самом деле это не молоко но это напиток такой интересный со вкусом вот и как я уже сказал тут есть несколько разных вариантов да вот разных вкусов вот это вот синее молоко выглядит оно так и достаточно интересное сочетание такое цитрусовое с чем-то еще я не знаю тут кстати шоу разные проходят небольшие ежедневно вот и конечно же любой поклонник звездных войн будет очень хотеть сюда приехать наверняка после этого видео потому что это вот как да как в гарри поттере точнее как в универсу гарри поттер здесь также да вот звездные войны сделаны очень прям иммерсивная часть парка где реально ты чувствуешь себя совершенно в другом месте сюда кстати тоже бронь нужна помните я говорил вам про бар из фильма да новая надежда вот как раз он здесь находится ну ребята вот это вот просто жемчужина этого места космический корабль тысячелетний сокол да кто не помнит он был во многих эпизодах вот и сюда все люди идут фотографироваться и тут есть аттракцион вы можете покататься на симуляторе да и по ощущениям будет как будто вы действительно на этом корабле и там четыре разных варианта то есть вы можете быть пилотом а кстати вон чувака ходит у меня есть фотография с чувакой даже две одна с прошлого года одна когда я был совсем маленьким дети счастливые ну да и тут четыре варианта есть вы можете быть пилотом да в этом симуляторе можете быть тем кто стреляет тем кто там защитные всякие эти щиты используют это что-то там еще я не помню и тут есть сингл райдер то есть вы можете проскочить очередь но именно в этом аттракционе я не рекомендую делать сингл райдер потому что очередь достаточно интерактивная и очень интересная там делают так как будто вы находитесь действительно внутри корабля и это достаточно интересно вот но если у вас времени мало то конечно идите через сингл райдер ну а я пока иду дальше тут кстати помню интересный магазин по звездным войнам но цены тут ребят конечно на сувениры бешеные просто бешеные да какой-нибудь вот какой-нибудь такой плащ будет стоить но сколько сто сорок девять ну сто пятьдесят долларов кстати если вы все-таки решили раскошелиться и купить световой меч да вот это вот сбор светового меча то здесь можно купить разные кристаллы и поменять свет ну я так подумал раз уж я здесь пойду-ка я постою в очереди на этот аттракцион да время ожидания 65 минут но значит где-то 50 минут приблизительно вот так вот да пойду прокачусь на нем и 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 На корабле. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот такой вот прикольный аттракцион Вам очень понравится, если вы любите звездные войны Если нет, то тоже наверняка Вот, и сейчас пришла пора пойти покушать Не помню, говорил уже или нет в этом видео, что Я заказал себе еду онлайн и надо подойти в определенное время Да, потому что там была большая очередь Чтоб время не тратить У меня еще вот на этот аттракцион сходить И тут еще есть два аттракциона Которые я хочу сегодня посетить Обязательно Да, это вот башня ужасов Тауэр оф Террор Да, и Аттракцион по Микки Маусу Вот, и если будет время, я повторю другие аттракционы Плюс я хочу еще сходить на шоу Вечером И еще, конечно, надо собрать световой меч В определенное время Там, по-моему, в 5.45, что-то типа того А сейчас 12.35, так что время еще полно Вот, так что пойду покушаю Надо на память все-таки Зачнять этот момент Потому что в прошлый раз не получилось Вот Не, классное место Я сейчас еще сюда вернусь Но сперва пойду Пообедаю Потом прогуляюсь немного по парку И попытаюсь другие два аттракциона Про которые я говорил Завершить на сегодняшний день И все, что останется дальше Это уже бонус Вот Да Как бы Еще парк будет работать Восемь с половиной часов Так что видите, ребят Грамотное планирование И вы можете успеть здесь все В этом парке, если захотите Кстати, если вы все-таки Сюда приедете И надумаете Прокатиться на аттракционе По истории игрушек На этой собаке, да Оттуда из мультфильма То Я рекомендую вам начать день Именно с того аттракциона Да, потому что вот В данный момент сейчас Очередь два с половиной часа А с утра примерно Она занимает час Кстати, вон Толпа стоит Сфотографироваться С персонажами Из «Звездных войн» Да Вот Погодка становится все лучше и лучше Это хорошо А завтра Я, кстати Особых планов не имею Но Мне написала моя коллега С которой я работал На одном из кораблей И было бы здорово Завтра увидеться Вот Мы сейчас Планируем Если Если будет время Возможно Сходим В Ботанический сад Кстати Я Я только узнал Что она работает в парке Universal Studios Если бы я знал Я бы деньги не заплатил Она, оказывается, могла бесплатно билеты сделать Видите Как бывает Да Не знаешь И Вот так Ну ничего Ничего страшного Вот А так, да Помимо этого Помимо встречи с ней В Ирландо есть Самый большой Макдональдс в мире Да И Мне интересно там побывать Посмотреть Вживую И, говоря, там какой-то Другое меню Отличающееся сильно От остальных Поэтому посмотрим Посмотрим, что там есть Вот Ну а дальше не знаю Больше особо планов на Орландо у меня нет Дальше Послезавтра я уже Рано утром сяду на автобус И поеду в Атланту Да, это в другой штат Штат Джорджия Можно было бы Взять себе билет на самолет Но, честно говоря Я так устал Летать на самолетах Последнее время У меня уже сколько получается Перелетов шесть, наверное, было За последние месяца три Да Это не считая пересадки Поэтому я Я немножечко подустал от аэропортов Если честно И я думаю Дай-ка я На автобусе проеду К тому же автобус Утренний То есть я смогу Посмотреть Заодно путь Может быть Что-нибудь интересное увижу Не знаю Вот Но в десять утра отправляется В шесть вечера Я буду там До восемь часов Грубо говоря Ехать В принципе терпимо Вот И дешево И вот Вот такой тут обед Не знаю Попробую Надеюсь вкусно Но люди в интернете Очень советуют Рекомендуют Вот Пообедал Было очень вкусно Реально В этот раз люди не соврали И сказали правду Что я хотел сказать А Ребят Кстати В Америке Всегда спрашивайте Про размер порций Потому что Очень часто Во многих местах Да Вы возьмете что-то По описанию Кажется оно маленькое Но оно блин Таких гигантских размеров Что дома можно Целую семью прокормить А бывает наоборот Да Прочитаешь Кажется там и то и это А на самом деле Это Вот такое Что-нибудь Маленькое Принесут И все Соответственно Всегда спрашивайте У официантов Какой размер порции Большой Маленький Да Потому что Закажете Подумав Маленький И решите Заказать Несколько вещей А потом вам Принесут Три таких тарелки Что Это заменит Ваш завтрак Обед и ужин Сразу И еще и на следующий день Останется Да Иногда бывает Наоборот Да Но Я думаю Вы наверняка Догадаетесь Что В Диснейе Все-таки порции Поменьше Как думаете Почему Тут несколько причин На самом деле Первое Чтобы Люди особо Не насыщались И хотели Еще купить Это основная Причина Вторая Если порции Будут слишком большими То есть риск Что возможно Кого-нибудь Может быть И стошнит На аттракционе Да Ну или вообще А это Нежелательно Здесь Вот И И да Поэтому Порции в Дисней Маленькие Но если Вы приедете Например Или придете В любой ресторан Который Находится Не в парках Аттракционы То там Порции Скорее Все будут Громадные Да Поэтому Да Советую Всегда Проверять